Ее невозможно увидеть, услышать или потрогать, но в современном мире она повсюду и нередко представляет смертельную опасность. Речь о радиации. Специальная акция, посвященная борьбе с этим видом опасности, прошла сегодня в Чебоксарах на колхозном рынке. При покупке продуктов питания россиян обычно волнуют только те цифры, которые показывают весы и те, что указаны в ценниках. Спасибо. Спасибо. Сегодня посетителям колхозного рынка Республиканский радиологический центр совместно с Минприрода предложил оценить купленный товар не только в килограммах или рублях, но и в миллизивертах. Процедура проверки продуктов на радиоактивность проста и занимает буквально несколько секунд. Покупателям было достаточно принести купленный товар к месту тестирования. Даже выкладывать из пакета его не обязательно. К товару подносятся два прибора – дозиметр и радиометр. Один определяет наличие источника радиации, другой определяет уровень загрязнения. Результаты мгновенно появляются на экранах. Давайте проверим, какие продукты питания попадут сегодня на наши столы на ужин. Акция совершенно бесплатная. Однако, как не зазывали горожан, очередь у точки тестирования так и не выстроилась. Судя по всему, чебоксарцев не слишком волнует, что они покупают. Впрочем, сознательные граждане тоже нашлись. Мне предложили проверить мои продукты купленные. У меня яйца и рыба. Я проверила. Мне сказали, что у меня все в норме. Не у меня в норме, а в продуктах все в норме. Еще я взяла бумажечку, где написано, куда обратиться, если я захочу проверить свои продукты. Кстати, по данным исследователей, более 70% радиации, которую накапливает организм человека, приходится именно на продукты питания и воду. В последнее время очень много уделяется внимания экологической безопасности. Опасная радиация чем? Она не имеет ни запаха, то есть не ощущаемая ничем. Она оказывает свое вредное, негативное влияние уже потом, после потребления. Есть различные направления, чем вредна радиация. Это различная мутация, потом сердечно-сосудистые заболевания, ДНК разрушается. На последующее поколение оказывается негативное влияние. Конечно, радиационный фон в республике в норме. За время, которое мы провели на тестировании, ни одного продукта с повышенным уровнем радиации не выявили. Однако, если бы такие нашлись, только проверкой дело бы не закончилось. Мы, как учреждение подъемностной природы, извещаем в первую очередь министерство, далее извещаем органы Роспотребнадзора в первую очередь, и, соответственно, извещаем МЧС. А дальше они уже по своим каналам и принимаем какие-то меры по утилизации этих вредных источников. Что ж, радиологическая обстановка в республике, судя по всему, под надежным присмотром специалистов. Остается пожелать, чтобы и жители города своим радиологическим здоровьем начали заниматься без особого приглашения. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин